Добрый день, сегодня мы с вами посмотрим опять на молодых спортсменов. Одного вы знаете в желтой футболке Кобзев Олег, который играет в защите. И посмотрите, Олег ведет 10-7 у Виноградова Ивана. Виноградов Иван молодой спортсмен, 2008 года рождения, на год младше, чем Олег, но уже является одним из лидеров по своему году. А отец Ивана, Виноградов Алексей, недавно мы смотрели ролик, когда дочка Виноградова Алексея, Мария, играла тоже по защите. И вот сейчас мы видим, как играет Иван. Сразу скажу, что этот сет будет очень затяжной, очень долгий. Ребята будут играть длинный баланс. И у Ивана будет 8 матчболов, он и на подаче, это и не мудрено. У Олега было 7 сетболов, 4 из них на балансе и 3 при счете 10-7. Ребята играют в нервный настольный теннис такой, потому что баланс, это, вы знаете, тяжелая работа. В первую очередь, психологическая работа очень тяжелая. И надо научиться играть баланса, потому как это тоже искусство. То есть, когда вы играете баланс, все думают, что вот там нужно что-то придумать, сделать нестандартные какие-то действия. На самом деле, самый основной закон баланса, первый, кто дернется, тот и проиграет. Поэтому научитесь играть на балансе ровно, выдерживать рисунок игры. Все-таки я вот в первую очередь подсказываю своим ученикам на тренировках, когда они уже доходят до того уровня, когда нужно играть на результат. Нужно понимать в первую очередь, что сначала нужно ставить технику, а потом уже учиться играть на балансе. Но этому тоже нужно учиться. Когда ты умеешь играть на балансе, ты, конечно, все балансы не выиграешь. Это невозможно. Но, по крайней мере, у тебя будет такое, что ты можешь забирать 7 из процентов всех балансов. Вот я себя отнесу к тем игрокам, которые все-таки научились играть на балансах. Я не мучаюсь на балансах. То есть, я не дрожу на балансах. Я знаю, что балансы – это нормальная ситуация. Это норма должна быть на стольной теннисе. Вы не должны пугаться балансов. То есть, если вы довели игру до баланса, начинается самое интересное. Кто первый дрогнет? Кто первый сделает что-то непонятное? Подаст какую-то подачу? Бывает, конечно, наигровки. У кого-то есть какие-то определенные подачи, которые вы наиграли для баланса. У меня таких наигровок никогда не было, потому что я понимал, что с одними наигровка работает, а с другими нет. Поэтому дополнительно нервничать по этому поводу, что с одними сработало, а с другими нет. Нет никакого смысла. Просто нужно играть очень ровно. И когда мне, допустим, подходят ученики, рассказывают, что вот я сыграл, сейчас проиграл 11-9 на длительном балансе, вот какой-то типа молодец. Я говорю, ну еще бы ты проиграл 11-5 или 11-6. По большому счету, неважно, с кем счетом ты проигрываешь. 11-9 или 11-4 или 11-5. Самое важное другое. Во-первых, игра, как ты играл. Это первое. А второе важно, как ты действовал на балансе. Как ты следовали своему рисунку игры, тактике, которая была выбрана изначально. Вот что важно. А не там набрал ты 9 очков или нет. Я считаю, что настольный теннис, он еще очень полезный вид спорта. В первую очередь, ментальный, да, полезный. Поэтому научитесь играть. Балансы полюбите балансы. Это, вы знаете, это одно и то же, что полюбить шипы. То есть, многие мучаются играть против шипов, да. Многие мучаются, когда играют на балансе. Часто подачи не подают или не принимают, избегают борьбы, да. Нужно полюбить играть и по шипам, нужно полюбить играть и на балансах. Вот такой вот вам совет даю сегодня. Надеюсь, что после такого спича многие обратят на это внимание и будут уже играть балансы спокойнее. Напишите, что вы делаете обычно на балансах, какие вы тактики используете. Может, у вас есть какие-то коронные фишки, которые вы можете поделиться. Я сразу сказал, что у меня таких фишек нет. Я играю строго, и это, как правило, приносит результат положительный. С вами был Валера Заненко. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Счастливо. Пока. Счастливо.